Всем привет! С вами Тексас! Некоторые из вас в курсе, что я записывал ролики для ресурса MoreMMR с разбором геймплея на Sky в исполнении Томпсона из команды OG. Сейчас же я решил протестировать данную рубрику у себя на канале. И данный выпуск я посвящаю бывшему игроку команды КБУ – Вагомаме. Ну а персонаж у нас не простой. У нас геймстроук или в простонародье чернильщик. Но для начала напоминаю, что до старта сезона остается буквально несколько дней. Так что мы будем делать прогнозы, будем делать ставки. Все подробности в описании. Габенбет и ссылка на париматч. Игра – это азарт. Игра – это эмоции. Игра – это команда. Игра – это победа. Париматч. Играют они, выигрываете вы. На момент записи видео Вага лучший. На данном герое по версии дотабафа. Сыграл он на нем 36 матчей. С винрейтом почти 70%. А КДА – фактически 6,8. Давайте рассмотрим одну из последних игр. Айди матча будет указано в описании. Говоря о драфте, Вагомама не стесняется показывать геймстроука сразу на ферст пик. Так что это никак не обусловлено контрпиками и так далее. И мы можем спокойно переходить к начальному закупу и к определению позиции. Вага занимает центральную линию и по начальному закупу мы видим покупку, ну талисмана, для ранних статов, ферри фаера, айрон бренч и два танго у тиммейтов. Первой способностью он выбирает Строф оф Фейд и сразу же использует ее на добивание двух крипов и также внесение урона по инвокеру. Тем самым у экзортного инвокера уже начинаются проблемы. У него абсолютно нет лечения, Курьер ушел наверх, а Вага продолжает спамить первым спелом. Понимая силу своего героя, уже на первой минуте Вага душит инвокера прям под вышкой, так еще и заставляя сместиться в мид, в Рейс Кинга, а после Бару. И даже несмотря на смерть, за ним уже преимущество на один уровень и доминация по Крипстату. После возрождения Хара с чернилами продолжается и Вага просто не подпускает инвокера к репам и давит даже под вышкой. Этим давлением он снова заставляет сместиться Баратрума, после чего показывает всю мощь Инкшела. Даже 17% не помогли, Баре очень хотелось отомстить за инвокера, но он забыл, что нужно уничтожить духа, иначе по возвращению к геймстроуку кулдаун сбрасывается на ноль. Итог? Даблкил. На заработанные деньги добирает себе ботинок, мэджик вонт и рейндропы, чем повышает свою живучесть. Развлекалого инвокера при помощи первой способности не прекращается, и бедняжка Карл снова вынужден стоять под вышкой. Реализуя руну двойного урона, Вага снова удачно давит за вышку и совершает два фрага к ряду. Вражескому мейдеру уже только чудо поможет вернуться в игру. Но учитывая, что в команде геймстроука есть алхимик, то ему нужно дать пространство для фарма, так что он не смещается с центра, а просто заставляет спровоцировать ганг на себя. Ну и снова демонстрирует силу выживаемости этого героя. К десятой минуте у Ваги уже 5500 нетфорса из артефактов добавила Ская, а уровень уже десятый с раскачкой 4-1-3-1. Ну и добрав вышеперечисленное, он наконец-то приходит на подмогу тиммейтам. При помощи Stroh of Fate заставляет держаться противников на огромной дистанции, тем самым силы тьмы занимают господство на нижней линии и методично вырезают врагов. Ну а керри команды в это время спокойно фармит, и алхимик законно выходит на первую строчку по нетфорсу. Для повышения своей мобильности геймстрок улучшает ботинок в травела, так что вероятность файта без его участия крайне мала. После всех активностей по карте у Ваги скопилась огромная сумма, и судя по его прошлым матчам, он часто покупает на этом герое Дагон и Эзериал. В данном матче он сразу решил выйти в Еблейд. Не забываем о том, что под связкой ультимейта сразу две цели получают урон и точные эффекты от способностей и предметов. Как результат великолепного центра, на 20-й минуте у Светлых нет шансов. Так что до очередной победы геймстрока от Ваги осталось буквально пару минут. Подводя итоги, финальный счет 13-3-11. 17 тысяч нетфорса и урон по героям в размере 20 тысяч. Первым спеллом он выбирает Stroke of Fate, и сразу при помощи данной способности идет набор преимущества по крипстату, а также харасс и зонинг соперника. Во время ганга в свою сторону не забываем о силе Инкшела, а также о эффекте молчания от Phantom Embrace. По артефактам это начальный нут для повышения монопула, выход в Ботл и Маджик Вонт, после покупка Кая, ну а далее выход в Травела. Также Вагамама любит покупать Дагон и Алибарды, ну а для повышения мобильности Блинк Даггер. Из ботинков самый частый выбор это Травела, но также можно сыграть и через Фейсбуцы. В этой игре мы почти не видели комбинации с ультимейтом, но все это было из-за чрезмерного перефарма и победы уже к 20 минуте. Ну что ж, на этом все. Надеюсь данный выпуск вам понравился, и если это так, то поставь палец вверх и подпишись на канал. Свои идеи и пожелания указывай в комментарии, туда же напиши на кого снять следующий выпуск. Ну а с вами был Тексас, пока! Субтитры сделал DimaTorzok